Всем привет! Сейчас я заселяюсь в гостиницу Минск, которая расположена в Минске, столице Белоруссии. И хочу вам показать свой номер. Я забронировала себе одноместный номер, который по цене мне вышел в 4869 рублей. Заселяюсь. Вот так выглядит общая зона и ресепшн. В зоне лаунж также расположен небольшой бар. У меня номер 530, расположен он на пятом этаже. Кстати говоря, завтрак уже включен в стоимость номера. Это будет шведский стол, завтра вам его покажу. Вот так выглядит мой номер. Для одного человека очень даже кровать большая. Здесь дали комплиментики. Это вода, чайник и чай. Также в номере сказали, что будет дополнительный мини-бар. Но мини-бар мне не нужен. Все вот это можно выпить, но это уже за отдельную плату и съесть. Так, здесь у меня телевизор. Вид, конечно, просто сногсшибательный на главный проспект. На проспект незалежности, независимости. Вид просто нереальный. Также в номере у меня два шкафчика. Здесь есть сейф. И здесь просто шкаф, дополнительно подушка и одеяло. Также давайте покажу вам уборную. Есть халатик. Будет в чем переночевать. Ванная комната. Выглядит очень круто для одного человека. Я думаю, прямо действительно классно. Это отель 4 звезды. Также положили все необходимое. Здесь все от шапочки для душа до зубной щетки. Также есть косметический набор, кондиционер для волос, шампунь, гель для душа, лосьон для тела. Все это есть. Даже положили вот такой бритвенный набор. Вообще очень классно. Также в номере есть фен. Давайте его проверим. Да, фен рабочий. И также есть зеркало для того, чтобы надевать линзы. Также забыла показать при входе три вешалки. Для одежды. Положили тапочки. Ложечку. И щетку для обуви. В отеле, в общем, есть реально все. Все, что нужно для того, чтобы хорошо провести свой день. Вышла сейчас вечером прогуляться возле гостиницы. Здесь находится большая площадь. И в целом есть что посмотреть. Кстати говоря, рядом еще есть магазин. В котором можно купить различные салатики. Все что угодно. Находится тоже на углу буквально. Вот сама гостиница и проспект независимости. До всех достопримечательностей рукой подать. И, честно сказать, не ожидала, что за такую стоимость можно получить такой неплохой сервис. Посмотрим еще, что будет на завтраке. Наступило утро, и пора нам с вами перекусить. Завтрак проходит на первом этаже. Здесь у нас кексики и булочки. Овсяная каша. Также есть овсяная каша с абрикосом. Здесь сырные и колбасные нарезки. Рыбная нарезка. Очень большое количество овощей и фруктов. И йогурта. В центре чай, мюсли, джемы и булочки. Сейчас покажу вам булочки. Это хлеб. И вот здесь сладкая выпечка. Выглядит очень достойно. Из горячего сырники из творога. Также омлет. Здесь у нас блинчики. Вот с блинчиков, я думаю, и начну. И колбаски с рисом. Вареные яйца. И сосиски с тушеными овощами. Из напитков есть соки, молоко. Также водичка с лимоном. Обычная вода. И кофе. Вернулась в номер. Завтрак был очень приличный. И забыла вчера показать. Здесь еще в номере есть дополнительная вентиляция. Можете, например, уменьшить. Например, либо сделать побольше вентилятор. Но учитывайте, что он, к сожалению, немного трещит. По крайней мере, в моем номере. И на этом у меня сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно приезжайте в Минск. Путешествуйте. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok